На рубеже 1990-х годов основные поставщики импортных троллейбусов в Украину были из Чехословакии, Шкода и Румынии, ДАК-217Е, в Киеве и Харькове. Европейские страны начали переходить на взаиморасчеты с СССР в долларах. Из-за острого дефицита валюты в стране наметился кризис городского электротранспорта. Единственным выходом из него могло стать освоение производства собственного украинского троллейбуса. В 1991 году Киевский завод электротранспорта выпустил первый троллейбус «Киев-11». Главным заданием было создание троллейбуса из отечественных комплектующих, даже в угоду качества. Почти все это было реализовано, кроме венгерских мостов фирмы «Раба». «Киев-11» – 18-метровый сочлененный троллейбус с четырьмя дверями и его укороченная 11-метровая версия. Было выпущено 70 экземпляров. Модель имела множество недостатков и была низкого качества. На данный момент они эксплуатируются. Выпускался с 1992 по 1996 год. Первые три сочлененных троллейбуса «ЮМЗ-Т-1» были изготовлены в январе 1992 года, а с июля 1993 началось их серийное производство. В этом же году была налажена сборка «ЮМЗ-Т-1» на начернем предприятии «Южмаш» в городе Павлограде. Машина рассчитана на 180 мест, 35 из которых были сидячими. За счет двух тяговых электродвигателей мощностью 130 кВт каждый, 18-тонная машина могла преодолевать 12-процентные уклоны. Последний троллейбус «ЮМЗ-Т-1» был выпущен в Павлограде в 1997 году. Всего этой модели было собрано 479 машин, 33 из которых были экспортированы в Беларусь, Эстонию, Молдову и Россию. У данных троллейбусов были недостатки, например, повышенные расходы электроэнергии и несинхронизированная работа двух тяговых двигателей при ненадлежащем обслуживании. И если в середине 90-х годов в сочлененных троллейбусах действительно была острая необходимость, то в 98-м году начали появляться большое количество маршрутных такси. Микроавтобусы приобретались сотнями, новые маршруты появлялись едва ли не каждый день, и для многих пассажиров стало удобнее ездить на маршрутках. «ЮМЗ-Т-1» ходили заполненными только по два рейса в день, а в остальное время попросту возили воздух, потребляя много электроэнергии. По этой причине, а также по причине сильного износа сцепных механизм, в 99-м году в Днепропетровске, а через несколько лет и в других городах, сочлененные «ЮМЗ» начали попросту обрезать, переделывать в одиночные, путем отделения гармошки от тягача и приваривания к нему, отрезанные от прицепа заднюю часть, вместе с последней дверью. Для таких троллейбусов было принято название «ЮМЗ-Т-1Р». С 1993 года по 2008 выпускалась короткая 12-метровая версия «ЮМЗ-Т-2». Он был полностью унифицирован с «Т-1». «Т-2» подвергался нескольким модернизациям. С 2000-х годов изменился дизайн передней лобовой части. Новый двигатель «ЭД-139» и новый малошумный компрессор. С 2005 года все троллейбусы выпускаются с электронной системой управления. С 2006 года все троллейбусы выпускаются с дисковым креплением колес и новой отделкой салона. В декабре 2008 года производство троллейбусов «ЮМЗ» было закрыто. В 2011 году Мариуполь купил со склада завода «ЮМЗ» последние три «ЮМЗ-Т-2», собранные в 2008 году. В 2008 году Мариуполь получил юбилейный тысячный троллейбус «ЮМЗ». За все время было выпущено 545 единиц «ЮМЗ-Т-2». На апрель 2022 года, по данным сайта transphoto.org, в эксплуатации находится «Т-1» – 22 единицы, из них 6 на ходу. «Т-2» – 343 единицы, из них 247 на ходу. В настоящее время троллейбусы «Т-1» и «Т-2» довольно активно проходят капремонт. В городе Кривой Рог на «ЮМЗ-Т-2» устанавливают дизель-генераторы для автономного хода. В 2020 году в Днепре был достроен «ЮМЗ-Т-1» из кузова, который находился в несобранном виде в Павлограде.